В Железногорске стартовал третий инновационный форум. Его участники два дня будут обмениваться опытом ведения бизнеса в сфере новых технологий. Также предприниматели смогут включить свои проекты в инновационный кластер, созданный на базе двух ключевых предприятий города. С кем уже сейчас готовы подписать контракт? Репортаж Станислава Карповича. Компания Александра Клеменкова одна из первых в крае, которая занялась фасадными материалами. С каждым годом рынок сбыта ее продукции только увеличивался. Но вместе с этим на этом рынке росла и конкуренция. Поэтому Железногорский инновационный кластер Александр Клеменков рассматривает как толчок к развитию малого бизнеса. Для нас важно постоянно быть на острее инноваций, чтобы быть конкурентом. И в следующем году мы целую линейку недорогих материалов хотим предложить рынку. Но прежде чем пойти на это, предприниматель не один месяц изучал местный бизнес-климат. К слову, в этом смысле руководство закрытого города готово выступать зонтиком при любом дожде. При этом у людей есть четкое понимание, что у них есть возможность защитить свои интересы, что они будут поддержаны в случае какого-то проблемы. Инновационный кластер в Железногорске создается на базе деятельности ключевых предприятий. Горно-химического комбината информационных спутниковых систем. Реализация комплексного проекта кластера позволит к 2016 году создать две промышленные площадки, на которой разместятся 50 новых предприятий. Комбинат закупает различные виды продукции. И столы, и стулья. Требуется и хорошая машиностроительная продукция. То есть станки, приборы, различные электроники, системы управления, различные агрегаты и механизмы. Это все нужно комбинату. То есть без этого не будет прорыва ни в одной из областей. Схема здесь очень простая. Это комбинатные предприятия. Они должны крутиться, вертеться и не только рассчитывать на нас, как на заказчиков. Они должны сами искать продукцию. Почему? Потому что условия, которые здесь создаются, просто идеальные. В какую сторону двигаться малому бизнесу, чтобы стать участником Железногорского технологического кластера, сегодня в закрытом городе и стартовал третий инновационный форум, а также сибирский фестиваль робототехники. В течение двух дней здесь можно будет пообщаться с потенциальными инвесторами или заказчиками. Почему еще мы проводим форум в Железногорске? Потому что мы хотим спозиционировать, что Красноярский край – это центр нефтяной промышленности, это центр сельского хозяйства, агропромышленного комплекса в рамках Сибири. Но это центр и лидер в ядерной и, как я сказал, космической технологии, за которыми стоит, как уже было сказано, весь потенциал развития страны и то, что дает стимул для научно-технического прогресса. Станислав Карпович, 7 канал, Новости 24.